Малди, ты жив? А, что? Кажется, да. Сейчас я твоему приятелю наваляю. Нет, Слендер, не трогай его, он хороший. Не бойся, я аккуратно пощекочу его, чтобы он понял, что детей бить нельзя. Ну, держись, дрыщ. Не стоило моего друга обижать. Странно, его ментальная боли непробиваема. Я не могу проникнуть в его голову. Слендер! О, нет! Гигантер, остановись! Это же я, Балди! Ты что, забыл меня? Пожалуйста, я умоляю тебя. Не трогай моего друга Слендера, он не причинит тебе вреда. Смотрю, твоему дружку досталось. И ты тут... Кажется, ему сейчас опять попадет. Этот гигант силен, однако. Чего ты привязался? Ты только попроси, и я остановлю его взамен на одно мое желание. Нет, я не пойду на эту сделку. Слендер сильный, он справится. Ты так думаешь? Посмотри на своего жалкого друга. Неужели у тебя нет ни капли сострадания? Гигант просто убьет его. Зато я мог бы справиться с ним. Мне уже приходилось иметь дело с такими. Бедный, бедный мой друг. Я не могу допустить, чтобы ты погиб. Ладно, кот, я согласен. Помоги Слендеру, останови гиганта. Но так, чтобы ему не было больно. И тогда я выполню одно твое желание. Договор дороже денег по рукам. Ты чего разбушевался, великан? Думаешь, ты тут самый крутой? Ты только посмотри на эти мускулы. Ты еще не знаешь, на что способен мультяшный кот. Тихо, тихо. Не шумни. Сейчас я свяжу тебя, чтобы ты никуда не сбежал. Слендер, Слендер, ты как себя чувствуешь? Обо мне не беспокойся, друг. Ты сам-то как? Что тут произошло? Я, наверное, отключился на минуту. Видно, не рассчитал его силу. Тут мимо мультяшный кот проходил. Он помог. Какой же ты шумный, дорогуша. Сейчас я тебе кляп ставлю, раз ты не можешь достойно примириться с поражением. Ну вот, дело сделано. Как и договаривались. Делай с ним что хочешь, он твой. Спасибо. Спасибо в карман не положишь. Стакан не нальешь. И на хлеб не намажешь. Можешь оставить свое спасибо при себе. Я лучше приду за твоим долгом позже. Чао. Что он имел в виду? За каким долгом? Понимаешь ли, Слендер, кот согласился помочь не просто так. Он взял с меня слово, что я выполню одно его желание. Что? Как ты мог на это согласиться? Это же безумие. Но что мне оставалось делать? Гигантер мог убить тебя. Мне пришлось. Балди, меня нельзя убить. Я и так уже мертв. Я просто отключился на минутку. Я бы справился с ним. Не было времени на раздумья. Нужно было что-то делать. Я переживал за тебя. Я ценю это, друг. Но боюсь, что плата за это может оказаться слишком высокой. Этот кот нехороший. Я это чувствую. Ладно. Задолгом он придет, возможно, не скоро. Сейчас нужно разобраться с гигантером. Я ума не приложу, почему он так взбесился. Какая муха его укусила. Он ведь был таким дружелюбным. Пока оставим его тут. Идем в пещеру. Нужно проверить, что там. Привет, фонареголовая. У вас тут все в порядке? Ты не знаешь, почему гигантер напал на меня? Ах да. Ты же не можешь говорить. Смотрю, он тут стульев натаскал. И мебели разные. Видно, не хотел, чтобы я уходил еще зачем-то. Я долго отсутствовал. Вот он и рассердился. Балди, берегись. Он освободился. Здравствуй, друг. Ты не ходи брать стул. Я сам приносить стул. Много стул. Очень много. Ты только не уходи. Ладно. Гигантер? Ну как? Мы только что видели тебя в лесу. Ты напал на меня и на Слендера. Друг? Что такое говорить? Я никогда не обидеть друга. Я всегда любить друга. Возможно ли такое, что это был не он, а похожее на него существо? Возможно. Я не могу проникнуть в его мысли, но от него идут совсем другие вибрации. Идем в лес. Идем в лес. Проверим. Нехороший. Ай-яй-яй. Удивительно. Получается, в природе существуют и другие монстры, похожие на тебя. Я не монстр. Я друг. Если ты был рядом, почему не пришел на помощь, когда твой друг нуждался в ней? Неужели не слышал, как тут гуляет еще один сиреноголовый? Он шумел на весь лес. Я весь день искать стул. Нелегко найти стул, в который никто не сидит. Далеко ходить искать. Ничего не слышать. Слендер, не ругай Гигантера. Он тут ни при чем. Вы лучше подружитесь. Из нас выйдет хорошая компания. Никакой компании у нас не будет, Балди. Тебе не стоит водиться с ними. Ходить в лес опасно. Ты забыл, во что ты вляпался, пообещав мультяшному коту желание. Твоя бабушка была права, что не выпускала тебя. Я взял на себя ответственность и помог тебе сбежать из дому. Я должен тебя вернуть обратно. Что ты такое говоришь? Бабушка теперь не скоро выпустит меня на улицу. Друг, не уходи. Я так сильно скучать без тебя. Я найду еще стул. Много стул. Целая гора стул. Ты только не покидай нас. Слендер, пожалуйста. Не нужно быть таким категоричным. Извини, Балди. Но я действую ради твоей безопасности. Я не могу допустить, чтобы ты еще раз пострадал. Дай мне руку. Нет, пожалуйста. Гигантор, я вернусь. Друг, куда же ты? Даже не посидеть со мной на новый стул. Оставайся дома и не ходи в лес. Там твоя безопасность не гарантирована. Не плачь, Балди. Я не могу на это смотреть. Мне больно, что я вынужден так поступить. Поэтому я лучше удалюсь, чтобы ты не стал уговаривать меня освободить тебя обратно. Не вздумай больше убегать из дома. Слушай бабушку. Внучок, ты вернулся? Похоже, что так. Я слышала какой-то шум в лесу. Это твои друзья так кричат? Нет. Ладно. Я сейчас приду. Алло. Это бабушка Балди. Он вернулся. Опять встречался с этими монстрами в лесу. Все, как вы и говорили. Очень шумные. Издают звуки, похожие на сирену. Пообещайте ему, что скоро отпустите его. Чтобы он опять не сбежал. Не стоит лишний раз ему быть сиреноголовым. Он небезопасен. Нам нужно всего пару дней на сборы. Тогда мы сможем приехать и отследить, куда он ходит. После чего мы заберем этих чудовищ. И они больше не будут угрожать здоровью вашего внука. Спасибо за сотрудничество. Подтвердилась информация о местонахождении сиреноголового. Выезжаем. Восстановим этого малыша, которого ты укокошил. Я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Ладно. Не бойся. Нам повезло, что я гениальный ученый. Нашел средство воскрешения этого мелкого. Даже не знаю, как этого гибрида назвать. Сирена в фонаре головы. Ты давай копай. Нам нужны его останки. Мы оживим его. Тогда у нас появится отличная приманка. Сиреноголовый сам прибежит к нам в руки. Неужели ученые смогут оживить малыша сиреноголового? Об этом ты узнаешь в следующей серии. А сейчас поставь лайк за старание. Поделись роликом с друзьями. Ну и подпишись. Не ленись. Харпик ждет. Харпик ждет. Чтобы ты подписался. Лайк поставил. Помимо ставил. Харпик ждет. Харпик ждет. Давай не ленись. Подпишись. Харпик ждет. Харпик ждет. Да. Ес. О да, детка.